В этом году фестиваль проводился в восьмой раз и проходил он онлайн. В прошлом году пришлось, и в этом году тоже, потому что трудно было и разместить участников, принять их, поэтому попробовали все-таки онлайн. Три номинации. Первая номинация – это поэзия, обязательное условие, отсылы, аллюзии, какие-то переклички с стихотворениями Кушкина. И посвящение Кушкину, если поэт присылает потом свои стихотворения. И на последнем этапе, конечно, предпочтение отдается тем подводкам, в которых сильнее прозвучала Кушкинская тема. Вторая номинация – художественное чтение. И здесь обязательное условие чтения Кушкина. Одно из произведений обязательно Кушкина. И третья номинация в нашем фестивале – это авторская или барберская песня. Там тоже песня на стихотворения Кушкина или посвящение нужно звучать. В этом году поступило более ста заявок на фестиваль. Кажется, такого количества никогда не было, потому что тема все-таки такая сложная для участников. И тема ограничивает число участников. Мы изначально понимали, что в Рядке их будет очень много. Тем не менее, было много. География фестиваля тоже в этом году очень разнообразна. Карачаево-Черкесия есть. Архангельск, Барнаул, Башкортостан, Башкерия, Беларусь, Белгород, Белгородская область, Брянск, Владимир, Волгоград, Воронеж, Донегорск, Донецк и Донецкая область. Екатеринбург я уже назвал, Израиль. У нас в прошлые годы была участница замечательной палет из Австралии. В этом году присоединился Израиль. То есть фестиваль стал уже международным. Ну и Донецк тоже. Да, Кемеровская область, Липецк, Магнитоборск, Мариэл, Марийская республика, Москва и Московская область, область Нижний Новгород и Нижегородская область, Новосибирская область, Омск, Пермский край, Республика Крым, Самарская область, Петербург я уже называл, Саратовская область, Светловская область, то есть Екатеринбургская. Сочи, Сызрин, Сыктывкар, про Тверскую область говорить не стоит, и так понятно. Тольятти, Тула, Удмуртия, Ялта и Ярослав. Вот такая география Семеновна. Итак, кто из вас, коллеги? Ирина Пучина, встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Прислонные работы. Но много я говорить не буду, потому что, наверное, вы все видели эти работы. Я просто настоятельно посоветую вам прийти на основное мероприятие в Кушкинском теле, в городской домкультуре. Потому что там даже если половина высказки, то это будет просто пиршество души, слуха. Это будет пиршество кушинской строительной. У нас была серьезная проблема, потому что невероятно сильные были участники, и мы просто думали, ну как, ну сколько первых мест должно быть в таком случае. Яркие, прекрасные, самопутные, самых разных возрастов, не похожие друг на друга, и просто, ну, можно было влюбиться в выступления очень многих, и их видение в Кушкинском теле. Вот, надеюсь, что я вас так заинтриговала, и что вы придете и послушаете в городском доме культуры кого-то из тех, кто приедет. И согласитесь с тем, что это действительно так. Меня лично, как члена жюри, просто заворожило выступление как раз Анастасии Осенцевой из Екатеринбурда. Великолепно читала «Девочка бесов кушкинских». Она просто погрузила в ту атмосферу, когда мурашки пикуют на куши, и представляешь себе эту медельную ночь, темноту. Вот это состояние, в котором было написано. И очень понравился Константин Матюшо, который читал неожиданный отрывок из Евгения Аниппина. Обычно почему-то этот отрывок не читают, и ему удалось прочесть с неподражаемой иронией, по-своему. Очень свежо, интересно, ярко. И еще одна девочка из Тожка – Вера Валерия Цирькова. Великолепно читала «Пушкинского топливника». Просто замечательно. Ну, можно сказать, что не очень хорошая новость в том, что конкуренцию мощную пришлось выдерживать исполнителям и авторам из Тожка. И поэтому много призовых мест досталось представителям других городов. Я думаю, что это она спустила, когда это нас пугало. Вот о конкурсе вкратце так. Лично у меня стихов кушниской тематики нет. Вот. Почему-то пока нет. Может быть, пока. Может быть, не словила я какую-то одну волнувку с Александром Сергеевичем, чтобы написать о нем так, как он того заслуживает. Написать просто как-то не хочется. И не пишется. Но мне очень нравится. Вот Елизавета Русинкова уже прекрасно читала стихотворение «Калина Безруковой» после «Зременно ушедших». Я хотела бы тоже прочесть вам три стихотворения «Калина Безруковой» посвященные «Пушкину». Удивительно у них то, что там нет злого «Кушкину». Но ты совершенно отчетливо понимаешь. А о ком же ты еще, конечно, понимаешь. А окна выходили в сад. И двери выходили в сад. И люди владели в сад, и все садились на лужайки. В шаре усадьбы мир и лад, и в царстве не всех наград, был взгляд принятыми хозяйками. Темнело. Возвращались в дом и долго пусть из-за столов в гостиной перечать с вареньем. И пахло от волос и рук прелестных молодых подруг и юности пряную сиренку. Дом постепенно засыпал. Сад лепестками засыпал крыльцом, приезжую в карету. И было бы совсем темно, когда бы на одно окно оно светилось до рассвета. У меня вообще такое ощущение, что душа без рук возделась с нами сегодня. Очень полетно звучат, если что это называется. Он ждал меня всю ночь в саду где-то стоим. С него его цилиндры, плащный по сезону. Он думал, я ему такое пропою, что воспылаю, как будет ночь без сон. Укладывая туч, я спела еле. И дочь сказала мне, зачем закрыть наш дом? Пусть он теперь придет оттаять и согреться. Но я укрыла дочь лоскутным одеялом. И продышав глазок в серебряном огне, все думала, зачем. И выкшись в свет на зале, на темном берегу огонь обо мне. Садомница, сойду с тесловых перечек. Мокну ему рукой, ступать в лотовне. Зажатых кулакей, заветное колечко. Да малый чудес случается, семья. Ему. Давайте, наверное, тогда передать своим, тоже весенним. Потому что, ну, наверное, хочется говорить о весне, она скоро кончится. Я сегодня вспоминала и не раз Валентину Федоровну Каштову, думала о мире. О том, как нам не хватает ее голоса каждый раз в эти дни, ее слов. И о том, что ее самые главные даты жизни, рождения, приходы в этот мир. Уходы из нее как раз уместились в Мои. В то время, которое было для нее и для нас, наверное, самым насыщенным и главным. А стихотворение, с которого мы хочу начать, написано совсем недавно, но свежее. Называется «Кордон». «Кордон». Прозили, просили, а дальше пробили. В юг душистые трубки метет. Значит, не время решительных дел. Прежде чем уходить, а светит. Мы будем ждать. И немножечко жить. Наш вокзал, пути, поезда, можно на несколько дней отморвить. И это не успех, пока холода. Скинешься раз, но гаснешь. Потом. Холодно, холодно. Лед по цветам. Прячешься в свита, безмолодые в дом. Вот отцветет, потеплеет. А там. Клынет ли он, лепестковый джекот, В каждом дне, то потепление ждет. Сердце. Не путайся. Ты же не пот. Это черенка. Это против. Еще одно стихотворение называется «Берега». Не стихают ветра, Берега в половодии обещана. Скоро гонит волна И накроет пусты с головой. От реки вчерами приходят Мужчина и женщина. Терпо-разное время И берег у каждого свой. Лунные ночи друг другу не снятся они, Не мерещатся. Их никто не разводит, не сводит. Вот только река. На его берегу скорое вишенье белым заплещится. На ее берегу Кто-то выплесил грудь из плана. Может, есть перекресток и день, И где судьбы сплетаются. Но не здесь. Не на этом деке. Не на полет из-за стены. Параллельные линии являются. Песок насыпается. Через пару недель Полетят И пусты на воду. Вот каждый раз что-то планируешь, Думаешь, прочту вот это, прочту вот это. Всегда все меняется и читаешь совершенно другое. Наверное, это вот какой-то импульс, Идущий от зала, Ваши глаза. И хочется прочесть именно этим глазам, И этим глазам. Какое-то конкретное стихотворение. Совершенно не планировала вот это прочесть, Но прочту. Ясная область. Мы отважны. Влюбляемся в то, что не вечное. В то, что так кратковременно в мире гостит. Гаснет свет, и финал отбирает словечки, Антонация, жесты, манера грустителя. Но пока он горячий, этот глаз, выучит. Драгоценно все то, что другим ни к чему. Драгоценно все то, что тревожит и мучит, Не давая в покои уходить, как в отеле. Поджидает зима всех красавшихся в осень. Разум шепчет довольную, дорогу и погоню. Только душем шальным не до разума мульси. И налететь мы перед вами на ясное ум. Для судьбы Маватара нам нужно немного Вмереть и неделимой твоим и моим. Только это так. Только это дорога. И зимой короткая часть. Вдвоем. Еще, да? Можно? Да, конечно. Все не просто творится вокруг, А творится со мной. Мне привычный, как в церковь не страшен этот экзамен. Слышу древнюю фразу, обжечься ее новизной. В это вечное небо влюбиться земными глазами. По вышине пролетают дороги ворон и грачей. Ночью лунный маршрут, будто с мозга помечен звездой. А на связке июня сегодня так много ключей. И прозрачный, и стряпичный, и каплющий чистой водой. Все пути за порогом. А у речки для минпостеров. Он как раз на двоих, если друг против друга усердится. У любви не ключей, не расчерченых точных дорог. Лишь отвага летящей скрылой, да раскрытая сельца. Серебро ее стрибок над миром зенит и поет. А берегом сплетаясь хромой, как чужого издума. Так привычно губа выговаривает имя твоей. Словно ты, мое первое слово, последнее слово. А вот и так, еще отмечу твоей миссии. Спорить с лепушами, попусту силы тратить. Жизнь, попрошу об одном, чтоб она была. Пес обгоняет на тропе. Привет, привет. Вот мы с тобой дожили, дедикла. Каждое утро на градус пожарчик рейд. Страна дальше покатится. Знаешь, что? Время термометра вручного, все щедрее к выжившим этой зимой, бездомным псам. Прежние виды уходят с водой и солью, Только бессмертно возлести на порог живой. Время художников и уличных, все бессонней, Станет влюбляться в цветущую сену. Если по-прежнему наши и начерпят гепы, Значит, готовься к дорогам, длиннее легко. Следующий буль, подвертел, плывая в небо, Талипом синим, с рубахами, облаками. Я вот сегодня думала с утра, Что все-таки здешняя земля, Иторжок в частности, Обладает какой-то особенной магией. И он мощно притягивает, Намагничивает, влюбляет в себя. Ведь не зря же при таких корифеях, Александр Сергеевич Пушкин, Александр Николаевич Островский, Николай Васильевич Боколь, Для них Торжок был местом заманчивым, что ли. И вот с улыбкой я вспоминала, Как я, приехав в первый раз в Торжок, И вернувшись в Самару домой, Была я совершенно очарована, И решила повернуть такую магическую аферу. У меня была приятельница, Которая собирала копеечки, И у нее накопился уж такой Достаточно увесистый мешок. Я ее попросила, говорю, Света, у меня тут стих родился Под впечатлением от Торжка. Отсыпь мне немножечко из своего мешка. И прочла ей вот эти строки. Это тело мое, это кровь моя. Вот и я здесь оставил Толику, В месте, где новоторжское чудо-земля Так созвучно с Всевышнью волею. Мне теперь целый год будет взор застилать Вопреки настоящему виду. Панорама церквей на зеленом вела, Что не вспомню, то значит выдумаю. Пусть не ищут добра, как рекут от добра, И не входят, не зная, в роду, Накопить бы за год сундуки серебра И тверце, как приданное воду. Она воодушевилась, Отсыпала мне в сувенирный сундучок золотой, И я гордо высыпала тверце, сундук серебра в воду. Вот уж вернулась, так вернулась. И на этой земле мне посчастливилось познакомиться С очень многими современными мастерами слова, Которые действительно несут это драгоценное слово. Мне очень понравилось у Василия Словосочетание заклинателя слов, Воистину заклинателя слов. Один из этих мастеров недавно ушел от нас, И мне хотелось бы прочесть Парное его стихотворение Это Владимир Ильич Львов. Просто волнуюсь, не очень твердо снимаю. Типах, если бы не судьба, А если бы вдруг Икон Даршак И веселчат лицейский друг Данзас Договорились как-нибудь не так, Определили бы что-нибудь иначе, Ну, время, например, не пятая часть, Или мест, не закомендантская дача, Ах, если бы не месяц, не часа, Не двадцать, бы седьмое, не январь, Ах, если бы дороги занесло, Вмешались бы друзья, Жена, А если бы не мороз И ветер не такой, А если бы то или огни Вымался заранее, А если бы вообще за черную реву Утолтан был бы снег Во всю вышке гуляния, А если бы не сел в сугроб тогда боя, А если бы поспешил И волю дал бы нервы, А если бы не смирил Зачем-то пистолет, Допустим, не Дантес Стрелял бы пушкой первым, Ах, если бы кто-нибудь Отдумался тогда, Нашел бы продолжение украли, Ах, если бы стороной Пробью жила беда, Да нет, Беда судьба, Судьба беда такая. Эх, знал бы ты, Вадя, Таких я добился успехов, Гордился бы мною, Соседу сказал бы, Гляди, писателем стал бы, Володька, отсюда уехал, А если бы остался, Никем он не стал бы, Поди сидел бы у чайной, Сшибал бы рубли на бутылке, Забил бы брашку, Колол бы старухам дрова, И спился бы нафиг, Остались бы ребра-то жилки, А щас удов сель будет весом, Да вот голова она, А в ей в голове-то извилин, Как где? Да нигде там, Богатства особого нету, Но это пустяк, Родители все-таки счастливы, Счастливы счастьем деток, Прости, что я не закрою, Ведь ты холостяк, Не надо бы было, пожалуй, Но честное слово, В газете статью прочитал, Ищетчет загул, Ты что ты молчал? Что глядишь на дорогу, Солова? Я больше не буду, Давай возвращайся в избу, Еще ты сказал, Что пришел не один, А подружку с собой прихватил, Так завижу зажегся б сосед, И ты от стопы в пальтушку Достал бы чекушку, Сказал бы, Сударыня, милости просим на свет, И вот мужики из-за меня За стихи мои пили, Сосед бы в шокопу Пузырем в самогонке нашел, Ты, мать, спохватился, За Пушкина чуть не забыли, Давай сниму, Он ведь тоже писал хорошо. Я к Славе совсем равнодушен, Почти равнодушен, А если немножко укавлю, То ради отца, Но вам не собрал бы сосед, Что Володька и Ильюшин За русский народ, За деревню стоит до конца. Не смейся, не надо, Камец однозначное слово, Тут только дурак должен думать О чем-то плохом. Эх, жива ты, батя, Жила бы деревня Орлова, А вас не разбудишь, А вас не воротишь стихом, Уж и вид, если образно. Я ж по-рубому уехала, Где-то болтаюсь, Только в прорубе это. Прости, А надо туда, Где ядреных сладких орехов, С куста еще можно Для книжек моих Натрясти. Ну и, пожалуй, Немного своих стихов. А можно чуть-чуть попросить? Просто у Василия Очень шикарные стихотворения, Как раз там, Теревово, Как раз так и переборчиво Сама стихотворения. Конечно. Вас прочтите, пожалуйста, Прочтите. Хотя неожиданно было предложение Прочитать, Я его вспомнил. Первый год сегодня, Летом будет все-таки Каблуковский фестиваль. Спасибо Иве, Кучеровой и Ивану, Что они подхватили его. Я бы, наверное, Уже не справился С таким количеством. Спасибо. И вот оно, Альцик, которая видит. Поэзия — это Такая лесная, Сенная. В ней все безыскусно И вкусно. В ней все естественно. Я новых поэтов На память почти что не знаю. Я знаю, Как в память Вырезаются строчки его. Там слове, Как в жизни Ветра И ни дна, ни покоя. Там искренность Ставит, Который из строчки И скрит. И кто так живет И поет И пишет такое Звездой на трикое На вечном рассвете Стрель. Он будет под радугой И долгим Рассказистым эхом, В котором Улыбка И смех И молитва за нас. Эх знал Пады Батя, Каким он добился Успехов. А впрочем, Вы встретились, Ты уже слышал Рассказ. АПЛОДИСМЕНТЫ Детели и авторы Были на высочайшем уровне. Это приятно. Это В общем, Это очень здорово. И вызывает Вполне Такую Гордость. Прямо Преисполнять Городок. На ладошку поставить И хвалиться Преисполнение. Вот. Мне теперь даже Трудно представить, Как я раньше Жила без него. И пускай Здесь не все Безупречно, Есть постыдные Литкие грани, Но над суетом Дремлет Вечность. Значит, Прочие Буря В стакане. Значит, Вмаривай Всех скорбей Будут смыты Хрустальным Светом, Если в городе Много Коэтов, Живописцев Иглубин. А в мыльнице Лежало Малиновое Мыло. И разметалась Книга В подушечном Тепле. За тысячу Парсеков Какое-то Светило Вздохнуло Недето На маленькой Земле. А на огне Фиалка Готовилась К цветенью И по стерушке Ждали Усталые Носки. А где-то В макрокосме Какое-то Свечение Морзянку Посылало Неведомой Тоски. И сталкивались Волны, И с полохи Летались, И слоном Печальный Вертел Своё Кольцо, И города Дышали, И люди В них Пытались Последовать Советам Великих Мудрецов. И было То, Что Будет, И будет То, Что Было. Мир Вытянулся В струнку, Стараясь Не дрожать, А в мыльнице Лежало Малиновое Мыло. А завтра Воскресенье И можно Малиновое В бирюзовой Распятье Малиновое 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 Это спасает Это спасает Всегда Приём Вечер Трамвай Извинят Устало Запахи Ветер Сдаёт В наём Что же Такое Со мной Устало Я Вспоюсь Тебя Жизнь Приём И всё Раундом Каждым Утром Синим Пот Вытираем Ночной Споём Вот оно Утро На том Спасибо Я Живлю Катится Учиться Держи Май Май Тьмою Светом Стихами Тучами Молниеносные Гремящие Май Трелями Ранят Слепит Закатами Шепчет Рассудок Оставь Забудь В мае На царство Тридесятого Кажется Самый Короткий Путь Я Донесу К огоньку Рассветному Вялой Травой Первоцвет Корсти Корм Мам Бешему Мотоцик Заклядному Майских Распути Не Обойти Вот Стою И брожу Не Кстати Я Тень Прещенив Посадок Дела Жизни Тлена Рукопожатия Лес Где Чею Мах Отцвела Так Ну С праздником С праздником И праздником Во всех Спасибо За внимание Еще Раз Напоминаю Что Пятого В городском Доме Культуры 15.00 Состоится Финальный Концерт Наших Пушкинских Дней В нем Примет участие Члены И те Которых Вы слышали Сегодня И те Которых Вы еще Не слышали А также Лауреат Которые Которые Приехать Еще Не все В порядке Кто Приедет Но Уже Некоторые Откликнулись Спасибо За внимание Приходите Обязательно Не пожалеете Да И Работы Участников Можно Увидеть В группе Легущая Муза В Вконтакте В интернете То есть Посмотреть Можно И видеозаписи И увидеть Подборки Стихотворений И Работы Музыка Культуры Все Спасибо Музыка 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 Музыка